Добрый день! Хорошо ли слышно, хорошо ли видно? Все ли у нас в порядке технически? Можно в чате отметить, чтобы нам было видно. Добрый день! Я хочу рассказать о тех продуктах, о тех маршрутах, которые возможны и которые пользуются большой популярностью именно на нашей территории. Итак, Алапаевск, перекресток историй, паломнический, музыкально-познавательный туризм. И особое внимание я уделю сегодня основным мероприятиям юбилейной даты царских дней. Потому что в этом году юбилейная дата это 100-летие. И я думаю, что эта тема будет также сегодня востребована. Итак, Алапаевск. Это город, его называют так, заштатный. В общем-то, основан он был в 1639 году. Само поселение образовалось благодаря тому, что решением Петра был построен на нашей территории один из первых металлургических заводов. В общем-то, это наследие сегодня уже, к сожалению, не так востребовано, так как завод закрыт. Но эта история очень привлекает многих, не только туристов, промышленников. И пользуется большой популярностью. И смотря на то, что некоторые памятники руинированы, но они несут в себе вот этот замечательный дух того времени. С высоты птичьего полета город выглядит вот таким вот образом. Он небольшой и действительно состоит в таких перекрестках. Основная улица в городе это улица Ленина. Когда-то улица Алексеевская, ведущая к Алексеевскому собору. Мы его видим прямо в центре. Сегодня это Свято-Троицкий собор. И он продолжает быть таким активным сердцем, сердцем города, но уже духовным сердцем. Также рядом с ним продолжают формироваться объекты осмотра. Очень интересно. Я о них тоже позже буквально расскажу. Но сегодня историю я начну с музыкальной, с истории музыки. Немногие знают, что в нашем городе есть дом-музей Петра Ильича Очаковского. Так случилось, что семья Очаковского жила в нашем городе и до сей поры сохранился вот такой замечательный дом с мезонином. Установленный памятник великолепному композитору. И музей уникальный. Уникальный не только тем, что сохранились мемориальные объекты, как то рояль, на котором играл маленький Петя. Несмотря на то, что он прожил небольшой отрезок своего детства, но это время настолько было для него благодатным, настолько ему запомнилось, что в своих письмах до конца дней он вспоминает именно наш город. И многие произведения, которые он написал искусствоведами, критиками, говорятся о том, что эти звуки города были переданы в его произведениях. Как, например, колокола Свято-Троицкого собора, который он мог видеть из своего окна. Кабинет отца Ильи Петровича Очаковского, такая великолепная столовая. Поражают традиции этой семьи, когда они собирались все вместе и на праздники обязательно пили горячий шоколад. Этот рецепт сегодня восстановлен и на больших мероприятиях также гости могут попробовать великолепный горячий шоколад. Восстановлены также эти детские традиции, они сегодня транслируются в прекрасных программах этого музея. Еще музей интересен тем, что он звучит. То есть в этом музее собрана коллекция музыкальных инструментов со всего мира. И это не только оригиналы, но и маленькие-маленькие миниатюры. Коллекционер нашего города уценила такую великолепную коллекцию сохранить и представляет сегодня всем посетителям. При этом уникально то, что язык музыки, он понятен всем. То есть тут не надо знать какой-то другой язык, английский, испанский, еще какой-то. Язык музыки, музыки Чайковского, он очень доступен и понятен. Поэтому сегодня к нам приезжают также и на фестиваль. Фестиваль, который набирает обороты с каждым годом. Проводится он под таким девизом, как «Чайковский ближе, чем ты думаешь», и проводится всегда в даты 5-7 мая. 7 мая композитор родился, и 7 мая обычно проводятся такие большие, самые большие мероприятия. В этом году нас ожидает 5 мая приношение Чайковскому большой концерт, где будут играть учащиеся уральского музыкального колледжа детских школ искусств Свердловской области. И концерт этот состоится в концертном зале детской школы искусств. 6 мая трио имени Хачатуряна из Армении порадует нас великолепным исполнением. 7 мая в час у памятника всегда проводятся торжественные мероприятия, и мы с радостью не только жители города, но и приезжать из Свердловской области, и дальше, кто чтит великого композитора, всегда встречаемся у памятника на территории музея. А в 18 часов закрытие фестиваля, это такой гала-вечер, на котором уральский молодежный симфонический оркестр под руководством Онхе исполнит потрясающее произведение. Это будет Чайковский экраниционный марш, «Тамази» концерт для тромбона с оркестром, «Арутням» концерт для трубы с оркестром, и завершит симфонию номер один «Зимние гриозы». Порадуют нас своим исполнением Андрей Горяев тромбон и Виталий Морозов труба. Вот такая программа ожидает на 5-7 мая. Я хочу сказать о том, что именно в эти даты проводятся мероприятия, несмотря на то, какой день недели выпадает. Поэтому если кто-то не сможет в этом, например, году, можно поучаствовать будет в следующем. Ну и, в общем-то, мы переходим к истории второй. История музыки связана с историей промышленности, как это ни странно может звучать. Дело в том, что отец великого композитора Илья Петрович Яковский был управляющим Алапайским горным округом. И он очень надеялся на то, что качество Алапайского железа сможет продвинуть Алапайские заводы металлургические, поднять их на другой уровень. К сожалению, этого не случилось. И семья в дальнейшем уехала в Санкт-Петербург. Но наследие осталось и сегодня. А такой символ города – это прокатный стан. Мы его сможем увидеть прямо на въезде в город, где стелло. И вот эту историю города мы рассказываем в музее истории Алапайского металлургического завода. То, что мы с вами сейчас видим на картинке, это уже история. Нет ни деревянной башни, нет, к сожалению, уже и домной. Но металлургию мы можем увидеть через историю людей, которые очень хорошо как раз рассказываются в этом музее. Начинается все с макеты города Алапайска того периода, когда еще существовала плотина на реке Алапайхе. Света Троицкий собор уже здесь как собор представлен. Можно даже взглядеть и усадьбу Чайковских на этом макете. И дом, и молотовую фабрику, которая сейчас уже руйнирована. Но вот здесь на макете она представлена как раз очень хорошо. Здесь же мы в музее можем увидеть модель водяной турбины, изобретенную Игнатием Ивстафьевичем Сафоновым. Это такой самоучка, инженер, изобретатель. Именно таких людей как раз и делал ставку Илья Петрович Чайковский. Памятник у нас также находится прямо в центре города. Но историю города мы можем рассказать в музее истории Алапайска металлургического завода. И также обзорные экскурсии по городу дает наш музейный комплекс. Также, еще раз про Чайковского, как же связаны были заводы. Они были разбросаны достаточно далеко, и чтобы обмен происходил быстро, и доставка уже готовых изделий, и также подвозом необходимого сырья, самое главное древесного угля, на котором как раз работали тогда металлургические печи, была построена узкоколейная железная дорога, которая соединяла сами заводы. И сегодня она также является очень интересной, в том числе и туристической артерией. Дело в том, что в этом году узкоколейная железная дорога исполняется 120 лет. Мероприятия также будут проходить в июле этого года на территории города. И историю этого интересного сооружения промышленного памятника можно увидеть в таком новом музее. Причем не хочется сказать о том, что музей такого несколько, может быть, громко это прозвучит, европейского уровня. Очень интересно построена экспозиция. И можно увидеть такие уникальные экспонаты, как железный аппарат, связь уже между станциями самой узкоколейки. В общем-то, путешествие можно начинать с музея истории узкоколейной железной дороги, а затем самим почувствовать вот это движение, пояс, да, особенность узкоколейки. Путь в два раза уже. И вагончики двигаются немножечко по-другому. По крайней мере, по ощущениям. Здесь мы видим еще старый паровоз. Сейчас у нас уже есть новый паровоз туристический. И вот с такого перрона туристы отправляются в очень интересное путешествие. Несмотря на то, что в километрах это на самом деле не так и много, но путешествие занимает до следующей станции час десять. Что вас ожидает в пути? В пути вы можете заказать мастер-классы на выбор. Это может быть также и часть с бубликом узкоколейном специальный рецепт, который был разработан именно для этого маршрута. В путешествии вас будет сопровождать манекен постоянной пассажирки этого поезда. Ну и также с помощью медиа устройств можно увидеть историю, можно посмотреть детям, например, детские мультики про железную дорогу, про путешествия. И оно окажется на самом деле очень увлекательным за этот час десять и интересным. В вагончиках, простите, внутри, это действительно деревянные лавочки, но есть очень удобные столики. Как раз вот на них обычно и проводятся мастер-классы. Движение не мешает, то есть мастер-классы продуманы так, чтобы это было безопасно в том числе и для детей. То есть нет никаких полющих, режущих предметов. Это все очень доступно. Взрослые тоже с удовольствием делают себе на память такие сувениры различные. Само путешествие заканчивается вот на такой станции в поселке Верхний Синичиха. Сегодня это визит-центр, который украшен очень необычными такими скульптурами. Это генератор счастья и такой памятник средствам передвижения плоскоколейки в резине. В этом году также будет запущен отрезок, небольшой отрезок, где можно попробовать прокатиться на дрезине. По расстоянию от Алапаевска, если мы будем брать автобусный маршрут, это где-то минут 20-30 в километрах. Это порядка тоже 30 километров. То есть это очень недалеко на самом деле. Поезд идет просто с очень небольшой скоростью, не более 30 километров в час. Большую скорость он просто не может развивать по правилам безопасности. Еще раз тогда немножечко обобщим. Значит, промышленность. Это у нас и музей истории Алапаевского металлургического завода, и история города. Это история Алапаевского скоколейной железной дороги. Вот таких два крупных направления. И мы плавно переходим к истории третьей. Это паломнический туризм. Мне бы хотелось отметить, что сегодня, даже, наверное, больше, не больше, но набирает обороты, когда приезжают не только люди, именно верующие, а приезжают также услышать светскую историю. Историю убийства царской семьи. Дело в том, что не только город Екатеринбург этим прославился, но и город Алапаевск в силу своего особого характера. Это на самом деле очень своеобразный город на карте Свердловской области. Он с таким бунтажным характером. И сегодня это тоже, в общем-то, проявляется, но не стоит этого бояться. Действительно, это видно и в архитектуре, и в каком-то атмосфере. Она особая. Так вот, на территории города, прямо на его окраине, когда-то была построена напольная школа. То есть дальше были поля. Отсюда такое название сохранилось и до сегодня. Здание, в общем-то, типовое было построено по типовому проекту для того, чтобы повышать качество образования на территории России. Алапаевску в этом плане посчастливилось такую школу тоже получить. И в 1918 году, 20 мая, в город Алапаевск, на железнодорожный вокзал, привозят Елизавету Федоровну Романову, инокини с ней двоих, и великого князя Сергея Михайловича, его помощника Федора Ремеса, и князей Константиновичей. То есть, в общем-то, как раз все члены императорской семьи. И в этой школе уже было полностью освобождено помещение. Все было убрано, столы, парты, какая-то мебель. Детей раньше разогнали на каникулы и разместили здесь членов императорского дома Романовых. О чем следствует вот такая табличка. За членами семьи следили очень строго, хотя первое время им разрешалось даже гулять по городу, посещать храмы, соборы. Елизавета Федоровна в то время уже была настоятельницей Марфо-Мариинской обители и посвятила свою жизнь милосердию, благотворительности. Поэтому она, конечно, очень хотела посещать храмы. Службы это было разрешено. Вот так здание выглядит сейчас. Но буквально через два месяца оно откроется в уже обновленном виде. Потому что сейчас проводятся реставрационные работы внешнего вида. И полностью внутри все будет восстановлено исторически. То есть до этого года в этом классе, в этой школе продолжали учиться ребята. Это была общая образовательная школа. Сейчас в здании возводится новый, очень такой по новым меркам музей, в котором будет не только мемориальная комната Елизаветы Федоровны, но и будет рассказана как раз история пребывания в Лапайске всех, в том числе и великого князя и Константиновичей. Объектов, которые связаны с этой темой в городе, не один. Это не только напольная школа. Это и Свято-Троицкий собор. Это и Екатерининская церковь, возле которой находился когда-то морг. И также недалеко от города находится шахта, в которую как раз, в общем-то, они все были сброшены. И сами мероприятия проводятся в городе тоже традиционно 15-18 июля. Хочется сказать о том, что в этом году 100-летие, но мероприятия проводятся уже не один год. И проводятся, наверное, уже где-то с 2008 года. И постепенно, постепенно сами мероприятия улучшаются в плане качества, оттачиваются, шлифуются, оттачиваются также и инфраструктура постепенно. То есть к столетию, в общем-то, подошли не то, что 100 лет наступило, давайте отметим, а эти мероприятия проводятся уже традиционно. Начинаются мероприятия будут в этом году 15 июля в связи с приездом в наш город первых лиц. Это мы ждем патриарха Кирилла и, возможно, также посещение первых лиц нашей страны. Поэтому служба будет проведена в новом, к этому дню специально построенном, мужском монастыре новомучеников российских. Это храм в честь царя Николая II и его семьи. Дело в том, что, несмотря на то, что территория мужского монастыря достаточно большая, храм, построенный новомучеников российских, вмещал не так много людей, а приезжает больше двух тысяч людей ежегодно. Поэтому возникла такая острая необходимость построить новый храм, чтобы люди не находились под открытым небом, а были защищены от любых погодных условий. И уже в эту Пасху впервые было совершено богослужение в новом храме во имя царя Николая II и его семьи. Вот так вот он у нас выглядит. Сейчас территория уже благоустраивается и готовится непосредственно к юбилейным датам. А в прошлом году в городе появился еще один очень интересный объект. Это памятник Елизавете Федоровне Романовой. И это место сейчас тоже уже можно как раз приводить, привозить, показывать, рассказывать, потому что оно очень красивое, благоустроенное, и здесь уже все продумано. Мероприятие мы видим с вами с открытием этого памятника 29 июня прошлого года. В дни мероприятия 17-18 июля всегда проводится благотворительная акция «Белый цветок». Она проводится прямо возле собора, на соборной площади. Во время этой акции можно приобрести очень интересные сувениры, подарки, все собранные средства идут на благотворительность, на милосердие. Вот как раз мы с вами видим ярмарку, где у нас мастера декоративно-прикладного искусства. Но здесь не только мастера принимают участие, обычно приезжают с разных уголков. Ну, в общем-то, можно увидеть на любой вкус. Я думаю, что у меня это уже на самом деле везде есть, на всех мероприятиях. Вот так выглядит площадь. Здесь она еще без памятника, сейчас уже на заднем фоне возвышается памятник. Концерт «Святая Русь» проводится прямо под открытым небом. Поэтому, когда приезжают группы, как раз маршрут составляется так, чтобы можно было еще посмотреть концерт с выступлениями творческих коллективов Свердловской области. В этом году к нам приезжают одни из лучших коллективов Свердловской области. Оба дня проводятся экскурсии по святым местам все дни. То есть все места доступны, они открыты. И поэтому здесь никаких проблем с экскурсоводами, в общем-то, никогда не бывает. Ночь с 17 на 18 совершается молебель и крестный ход от Цвета Троицкого собора порядка 20 километров до как раз вот мужского монастыря, на межное мужское монастыря новомучеников и исповедников российских. Поэтому на раннюю литургию уже участники крестного хода обычно не успевают. Она начинается в 6 утра. Они уже приходят только к поздней литургии, полдевятого где-то в 9 утра примерно. Для того, чтобы было удобно тем, кто хотят поучаствовать в крестном ходу, предусмотрены места размещения. И также всегда на территории напольной школы работает полевая кухня в течение всего дня. Поэтому с питанием здесь тоже, в общем-то, проблем нет. Для светских людей, которые хотят просто познакомиться с историей Лизаветы Федоровны, или, может быть, и почитают ее, хотят больше узнать об этой истории. Разработают также маршрут, где можно покушать в очень хорошем кафе, которое специально разработало меню «Обед по-элизаветински». Также предусмотрено и оформление кафе, где используются фотографии Лизаветы Федоровны разных периодов. И очень такое интересное дизайнерское оформление. Поэтому все это очень недорого и получается тематически очень хорошо, грамотно выстроено. Это как раз уже поздняя литургия. Встречают крестный ход в мужском монастыре. И в прошлом году литургия совершалась прямо под открытым небом. В этом году мы очень надеемся на то, что уже в новом храме. Хотя, не знаю, вместит ли он храм на тысячу мест, может быть, и все-таки тоже будет улица. Мы помним про то, что июль, это такие достаточно жаркие дни, приезжает несколько высоких чинов в православной церкви, служат на службе. И очень хорошо украшается, оформляется территория мужского монастыря. К этому дню обязательно всегда выгоняют белые лилии, так как их любила Елизавета Федоровна. Это такой символ праздника и акция называется «Белый цветок». Тоже, в общем-то, не случайно. Как я и говорила, оба дня идут концерты на Соборной площади. И 18 июля в этом году будут большие торжественные мероприятия в нашем городском дворце культуры. Вот так примерно выглядит территория монастыря в эти дни. То есть вокруг шахты, той самой шахты, глубиной порядка 60 метров. Тогда, сейчас она, конечно, уже не такая глубокая, собирается очень-очень много людей. Еще раз скажу о том, что не только паломники, но и многие советские люди стали интересоваться этой темой и приезжают именно, чтобы больше узнать, больше погрузиться. Ну и также завершает череду мероприятий царские дни в Алапайске и Елизаветинский бал прямо на Соборной площади. В этом году он будет проводиться 11 августа. То есть любой желающий может приехать и поучаствовать в самом настоящем балу, оказаться в эпохе 19 века. Но в этом году мы планируем показать несколько периодов. Это эпоха Ампира, Кринолинов и эпоха Модерна, начало 20 века. Поэтому будут костюмы разных периодов. Но атмосфера настоящего бала под открытым небом. Любой желающий может присоединиться совершенно бесплатно. Я это подчеркиваю, что мероприятие бесплатное. Поэтому мне кажется, что это очень интересно для тех, кто хотел бы снова почувствовать себя принцессой. Ну, в общем-то, по всем темам, по всем вопросам можно обращаться в музейный комплекс. Сегодня мы выступаем таким некоторым центром развития туризма. То есть можем ответить на любой вопрос, ориентировать по любой теме в Алапайске. Посоветовать какие-то объекты осмотра, может быть, по размещению какие-то вопросы. Вопросы по питанию. Также, поэтому здесь есть контакты, телефончик, можете звонить. Я готова ответить на вопросы, если они еще у нас есть. У нас осталось еще буквально несколько минут. Но вопросов у нас нет. Это, наверное, очень хорошо. Так, не отпечатают вопросы. Мы подождем. Сразу за моей презентацией будет презентация «Королевство путешествий». Это как раз тот самый туроператор, который работает с нами по продвижению Елизаветинского балла. Кого эта тема заинтересовала, я предлагаю вам посмотреть следующую презентацию, потому что она как раз более подробно раскроет программу именно этого мероприятия. Пытаются, пытаются напечатать. На каком сайте можно посмотреть программу и предложение? Да, спасибо за вопрос. Я не указала сайт. Можно списаться через электронную почту. Мы сразу же вам вышли ссылочку. Или ваши запросы также на электронную почту. И мы вас сможем сориентировать по направлениям. Потому что направлений в городе много, как я уже говорила. Музыкальный, промышленный и так далее. Мы вас сможем сориентировать по объектам. Спасибо большое за внимание. У нас буквально еще есть одна минутка. Спасибо, Ирина. Приезжайте, будем очень рады. Также мы можем помочь составить индивидуальную программу, потому что не все объекты, которые сейчас, так скажем, в общем доступе, не про все объекты знают. В основном знают только про дому Зечковского. Прекрасно. Я очень рада, что сумела раскрыть наш город. Я надеюсь, до новых встреч. И уже встреч также в реале. Приезжайте, мы всегда очень-очень рады. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...